МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ресторан «Реальная кухня» начал свою работу. На этой неделе участникам придется обходиться без орама. Кресло управляющего занял Максим. С самой первой минуты у него начались проблемы с подчиненными, и особенно отличилась Олеся, которая ушла в жесткую оппозицию. Место шеф-повара досталось Кириллу, который отвоевал это право, сразившись на кулинарной дуэли с Сергеем Кузнецовым. В отсутствие большого босса дисциплина в коллективе гала трещину. Кирилл в качестве шеф-повара не очень уютно чувствовал себя на кухне, терпя издевательства поваров. А конфликт Олеси и Максима продолжался весь день, и после закрытия ресторана достиг апогея. На обсуждении участники бурно подводили итоги, определяя лучшего и худшего работника дня. Ребята вчера сделали свой выбор, и лучшим работником они назвали Кирилла. Я считаю, что это заслуженно. Человек хорошо выполнял свою роль. А худшим работником они назвали меня. Я их услышал, сделал выводы, посмотрим, что будет дальше. Я понимаю, что сейчас вообще происходит. Они стараются меня слить все. Каждый день я у них самый худший работник дня. Пока участники ждали Кирилла, который всю неделю будет руководить ими в должности управляющего, Олеся в очередной раз спровоцировала Сандро на конфликт. Ну и без него скучно было бы, понимаешь? Мне нет. Он тебя вообще не трогает уже, реально. Да, конечно. Он к тебе сегодня его. Он сегодня подкаривался. У него как человеке нож, это самое, клетка. Так он же шутит. Ну отвали ты, мне не нравятся его шутки. Вообще он просто тупо не нравится. Первый раз он отмолчался, ребята такие, О, Сандро молодец, помолчал, молодец. Все, он понял, что надо делать. Надо молчать иногда. А потом в какой-то момент, ба-бам, ба-бам, и такой опять, поп, и помолчал. Такая жучара вообще. Подожди ты, сейчас про кого вообще говоришь? Я за спиной никогда никому ничего еще не сказал. Ясно? Что, дурач, что ли, при тебя говорю, баран? А про кого ты говоришь? Ребят, давайте жить дружно. Добрый день. Добрый день. Надеюсь, что эти аплодисменты искренние. Ребят, я по-прежнему остаюсь вашим управляющим. По эту должность меня назначил Арам, и только он может меня сместить. Объявляю человека, который набрал максимальное количество баллов. Лебедев Максим. Несмотря на то, что вы назвали меня худшим работником дня вчера, я остаюсь вашим руководителем непосредственно. Поэтому давайте работать. Я хорошо отношусь к Максиму. Он парень простой, деревенский. Попал под раздачу. Шеф-повар у нас незакрепленная должность, и кто-то может бросить ему вызов. Если он победит шеф-повару в этом сражении, он займет его место. Получается, если шеф проиграл батл... Он занимает место работника, который бросил ему вызов. Я так поняла, для того, чтобы попасть на кухню, нужно пройти батл. Я так поняла, что мне придется его пройти, чтобы не остаться в зале. Кто сегодня хочет бросить вызов шеф-повару? Я. Я так понимаю, из зала. Из зала, только из зала. Я предлагаю батл на мойке делать. Сейчас никто друг другу доверяет. Потому что... Решоваться страшно. В следствии последних дней это плохо заканчивается. Поднимайте руки. Ты хочешь вызов бросить? Я не хочу вызов, но я попробую. Саша, ты подняла руки? Я хочу на кухню. Кирилл, тебе хотят бросить вызов две девушки. Это Таня и Саша. Мне нравится быть шефом. Я знаю, что я приготовлю лучше, чем остальные, и составлю меню лучше, чем остальные. Руководитель я, и решаю только я. И мне кажется, этим человеком должна быть Таня. Хорошо? Браво! Неприятная она как личность. Я не могу это открыть. Мне не нравится ее разговор, вот эта монотонность. Человек просто с ее рожей может бесить. Я думаю, что сегодня у нас проблем будет гораздо меньше. Да, Олесь? Олесь, ты согласна, что у нас сегодня может получиться лучше, чем вчера? Я сказала, да. Олесь, смотри на меня, это не игрушки. Я куда хочу, туда и буду смотреть, я тебя слышу прекрасно. Смотри на меня. Нормально разговаривай. Балу не перегибайте, еще раз говорю, а то я сейчас тоже... Я говорю, рот закрой! Она будет стараться, правда, Олесь. Ну, конечно, право, ну, что вы задаете? Она же не глухая, в конце концов, не тупая. Я не могу на него по-другому реагировать. Я знаю, что такое получать вообще люлей, и нормально на это реагирует вполне. Надо учиться, понимаешь? Если тебя не будут канифолить никто, то ты так и останешься на этом месте. Кирилл и Таня, вы должны выбрать поваров, которые будут вам сегодня помогать. Я выбираю Артема. Артем, ты согласен помогать Тане? Да, с удовольствием. Кирилл, твоя очередь. Я выбираю Сергея. Вою, готов! Он видит мои профессиональные качества, потому что, во-первых, я его су-шеф, поэтому глупо было бы не выбрать себе надежного напарника. Таня, тебе кто-то еще нужен из помощника? Да, я выбираю Аню. Аня, ты согласен помогать Тане? Сладкая парка. Мы команда. Ребята, а сейчас вы все должны разделиться на две группы поддержки. Кто будет поддерживать Таню? Я! Я хочу, чтобы Татьяна проявилась... Таня поддерживает шесть человек, семь человек. Таня отдельная тема. Она адекватная, разумная женщина, с кем я действительно хочу вот так четко сесть, поговорить, где-то ей в какой-то степени даже помочь. Кто сегодня поддерживает Кирилла? Вот моя дорогая. Шеф, у тебя два пара. Кирилл поддерживает два человека. Я в подвал от вас съеду нафиг, не буду с вами жить. Кирилл, он игрок, скажем, в свои вороты. Да, он с нами общается, улыбается, но в дальнейшем он хочет поставить себя на первое место, принизив всех остальных. Таня и Кирилл, сегодня вы будете готовить свой авторский суп, которого у нас нету в меню. Если побеждает Таня, то она становится шеф-поваром на кухне сегодня. Если побеждает Кирилл, он остается шеф-поваром на кухне. Оценивать блюдо буду я. Максу тяжело, видно прям, что ему тяжело. Макс вообще, он держится молодцом, это очень сложная роль. А теперь ребята могут идти, готовятся к батлу. Вперед! Перед батлом Саша, проявив участие, давала советы Максиму, как ему следует себя вести. Ты ковырялся в блюдо, как будто ты в помойке ковырялся. Ты как будто бы хотел найти там стекло или мусор какой-то. Так, что это у нас тут? Шпинат, вяленые помидоры. Попробуем. Козий сыр нет. У тебя сегодня будет когда-то дегустация, ты немножко иначе подойти. Так, я хотела поговорить одна, но не получилось. Что ты делаешь со Шпильком? В туалете закрыться и поговорить вдвоем. Ну, вы везде натыкаешься на... Ну, извините, ну, чай, я тут... Я, возможно, человеку говорю не совсем приятные вещи. Он не дурак, он совершенно не дурак. У меня нет к нему никаких там женских, да, взглядов в том, что он не нравится как мужчина. Варится куриный бульон, обычной французской технологией, я варю. Нам же нужно много порций готовить, он как если будет стоять. Отлично! Распредели сразу тогда, кто что делает. Ты делаешь мне нарезку, займешься крутым ими, смотри, парадокс. И ананаскардинируешь, по-другому. Показала как пример, и я думаю, это отлично. Я подумала, что по себестоимости этот суп нам очень хорошо обойдется. И что касается ингредиентов, они простые, они есть везде. Не нервничай. Просто расслабься. Веди себя как настоящий руководитель. Слушай, слушай меня, я говорю, я в зале не чувствую себя полным хозяином. На кухне, да, я держу ситуацию, я все вижу. Получается, у нас плохо работал метр до отеля, так? Ну, вокруг меня сейчас складывается непростая ситуация. Я тащу на себя паровоз, этот огромный, машину. Но, видимо, кто-то не врубается вообще, что происходит. Большинство из них вообще дети какие-то непонятные, клоуны. Тогда с Богом. Раз, два, три. С Богом. Ну что, можно нам присутствовать, или нет? Мы думаем, что не стоит. Вам будет неинтересно. В чем проблема? Мне интересно. Тут все хотят быть шефами, пускай там кто-то пробует. Я в себе уверен, я знаю, что я сделаю гораздо лучше, чем может каждый здесь присутствующий. Вы можете подумать о совершенстве. И поверьте, я слышал вас ингредиенты. Нам это неинтересно. Мы все устали. Мы справляемся со стрессом как можем. Кто-то шутит неудачно, кто-то смеется, кто-то пытается выдвинуть свою кандидатуру вперед. Усталость не стоит показывать, иначе тебя съедят. Я вот хоть убедить, но вот они. Нет, нельзя. А что такого ты такой считаешь, что вы передумаете и начнете ее суп готовить? Такое ощущение у нее. 30 звезд в Мишелян, и у меня... Ну, почему? А у меня вообще какой опыт? Я так и учусь. Никакого. Сегодня Кирилл и Таня должны приготовить суп. Я даю им на это 40 минут каждому. Таня со своими помощниками становится в плите и начинает готовить, а все остальные им не мешают. Поехали! Давайте, друзья, неудачи вам! Спасибо. Моего соперника попрошу удалиться. Суп простой, готовить очень легко. Ань, попрошу тебя почистить две картошки. Вот так. И нарезаем, шинкуем треугольничками. В чем фишка супа? Что здесь очень красивая, должна быть очень мелкая. Крупнее надо? Да, да. Минуточку. То есть потолще, правильно? Да, вот такими. Отлично. Я делал то, что говорил мой начальник Татьяна. Не хотелось ей помочь. Я бы тоже, возможно, хотел бросить вызов шефу, но, если честно, я не совсем еще уверен в своих силах. Таня, ты парей не помыла, я даже отсюда езжу. Давай вымоем. Ну да, хрустинка на зубах, она тоже пикантность придаст. Больше грязи, шире сали, знаете, что. Татьяна, что я делаю с кабачком? И вам старайся, чтобы по размеру они сварились одинаково. Так что, ты что видишь? Что, пойдемте? Нельзя же. Вы-то, я так понимаю, можете идти, а туда нельзя? А, нет, нам с тобой туда нельзя, а тебе-то можно? Пойду посмотрю и приду, вам все передам. Давай, 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 стуканик. Татьяна решила приготовить французский суп «Паташ». Но необходимых ингредиентов у нее под рукой не оказалось. И она решила заменять их тем, что было в холодильнике. Телефон очень сильно отличается от реального мяса. Да. Ты не боишься, что суп может получиться вот таким? Ну, я попробую эксперимент. Я надеюсь, что он удастся. Я считала, что те ингредиенты, которые были на кухне, они не испортят суп. Но как пробный вариант, который можно выставить на конкурс, я считала, что он может пойти. А, что-то он все равно на уровне делает. Нифига. Вот так вот. Вот здесь босс. Вот. Теперь более похоже на правду. Артем, ты каждый день нас пытаешься отравить, да? За завтраком. Ты бы выбрал такой суп, как полочек. Что-то с вами выдумать. А ты считаешь, я уже не выдумал? Вы же лучшие просто. Мы показываем людям, как можно сделать ресторан. Корявенько, да, мы пробуем. Но, не ошибается, и тот, кто не пробует. Главное здесь красота нарезки. Тогда смотрите на меня, когда будете ехать. Поделяешь мне внимание? Сыр я нашел. На терке потереть у вас. Что, сыр еще идет, прикинь? Ну, это типа медстронный будет. Медстронный сыр. Суп у нас готовится чисто на сливочном масле. В этом вся фишка. На пол-литра супа полтора килограмма масла. Вот это все в Франции. Мне кажется, не можно брать такой кусок масла, вырезать в нем что-нибудь и подавать прямо в масле. Каждый человек будет показывать то, в чем он считается лучшим. Самую сильную свою сторону. Мне кажется, это масло зрякило, потому что бульон жирный. Нет, 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 все отлично. Все, не вопрос. Ну, чтобы не плавать. Шелковист, ничего плавать не будет. Все мы объясним, кто будет плавать, если не замолчить. Танин этот рецепт довольно-таки простой. В домашних условиях его легко можно приготовить. Позвольте, Сусюля, подумайте. Ну, видишь, она как тебе по-доброму относится. Я не подкручу тебе зубочистку в горло. Мне яды не подсыпали? Мадам, мой кофе. Она не знала, что это кофе. К сожалению, к великому сожалению. Я буду там по-любому. Сандрук, везде меня пытается просто задеть лишний раз. Он молчит, а сам глазами говорится. Ребята, у меня все готово. Ну, раз готово, подавай, шеф. Слушайте, аромат обалденный. Прошу попробовать суп. Французский суп покажем. Фирменный суп Татьяны готов. Теперь очередь за ее соперником Кириллом. Я готова передать эстафетную палочку. Стоит, Гевари, матч. Давай, Кирюха. Сегодня мы приготовим простой, но вкусный итальянский суп. Зуб по-де-помодоро. Стоит по-русски. Это суп-пюре из... В нашем случае это будут сладкие томаты черри. Можно вопрос, Кирилл, он идет больше как такой летний суп? Или его можно и зимой готовить? Нет, 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 это не холодный суп. Татьяна, вы на свой определили? Вперед. В то время, как Кирилл готовил изысканный итальянский суп, остальные участники гадали, какие роли им отведет управляющий Кирилл на вечернем обслуживании в ресторане? Будет, мне кажется, шеф-повар с боссом, они вот на этой почве столкнутся. Кого поставить на мой? Это наш босс, который Вячеславич, он поставит Олесю. А шеф-повар, как бы, Олесю не поставит. Не я, я не говорю. Для нашего нынешнего положения, да, было бы прикольно, если сезонико-то них он бы поработал. Надо не только учитывать профессиональные качества людей, а еще и человеческие качества, прежде чем их распределять на объекты. Это суп, который вот, категория супов, так называемые супы бедняков. Используется черствый хлеб, помидоры, что там на юге Италии, здесь в каждом доме базилифт, чеснок. Ребята, вы видели, да? Да. Дешево, пугай. Так, ты мне массаж не делаешь. Да все, не надо мне. Ты должна была в первую очередь сделать массаж им не надо. Артем красивый парень, да, очень интересный. С ним даже когда разговариваешь, смотришь за его мимикой, то есть уже как-то завораживает, начинает, хочется говорить, говорить и говорить. Я бы хотела общаться с Артемом больше, чтобы нам никто не мешал. Слушай, мне кажется, здесь обязан быть какой-нибудь секрет. Секрет как раз в черством хлебе. У нас концепция ресторана просто и вкусно. Вот это как раз просто, и это как раз вкусно. Сейчас он начинается с самой интересной, и не хочется взять и в конце недели вылететь. Я знаю. А честно, как ты думаешь, что это будет? Может вылететь любой. Знаешь, вчера я думала, что это Максим будет. Сегодня я буду очень расстроена, если видеть это именно Максим. На него возложили очень большую ответственность сразу. Все начинают нападки, вот особенно Олеся со своими шутками. Она, в принципе, не плохая. Но порой стоит немножко попридержать себя. Я хочу доделать позиции в зале, чтобы у нас работа уже была в зале отлажена. И я попрошусь встать на кухню, чтобы уже была у нас какая-то ротация. Для декора мы сбрызгиваем красивым маслом, оливковым. За счет разности структур у нас образуется интересный красивый рисунок. На счет напитков сегодня, что у нас? Сейчас я спрошу, у шефа покупал это с киселью или нет? Давай он закончит, и мы у него уточним. Наша расстановка в зале. В принципе, можем же мы поменять между собой? Не знаю пока. Поэтому, ну, реши, ладно? Ну, по напиткам. Хорошо, да. Иначе мы зашьемся. Все хорошо. Мне не совсем нравится работа Максима в качестве управляющего. Многие вопросы он не может решить самостоятельно. Управляющий должен принимать решение сам. Итальянский суп из сладких томатов черри, базилика и черстого хлеба, зуба и помодоры готов. На самом деле, два супа будет вообще настолько разные. Да. И все будет зависеть от Макса, от его вкуса просто, я уверена. По-другому он оценить не сможет. Он будет, ну, как профессионал, он не будет оценивать то, что он не профессионал и не сможет этого сделать. Да. Оба супа поваров-соперников готовы. Теперь предстоит выбрать лучший. Так, что вы мне тут приготовили? Сейчас попробуем. Греночки что, добавляем в суп? Да. Овощной какой-то, да? Так, попробуем второй суп. Похож на томатный. Греночка красивая. Спасибо. Греночка хорошо зажаренная. А суп просто великолепный. Правая тарелка чья? Мэбос. Ты лучший. Спасибо, Боже. Сегодня побеждает Кирилл. Овощной супчик был танен, да? Тебе самой понравилось то, что ты приготовила? Ты пробовала его? Да. Вкусно? Вкусно. А теперь я скажу, насколько это вкусно. Это есть невозможно, потому что не хватает соли по вкусу никакой. Мы сегодня готовили суп, вложили душу, там, всё, мы думали, что мы победим. А тут раз такой прям резкий облом, прям, руки опустились, если честно. А теперь подойди ко мне и попробуй вот этот супчик. Греночку возьми. Вкусный? Но немножко, мне кажется, он густоват. Мне не понравился суп Кирилла, мне он показался немножко приторным. Ну, вот что-то не то, что-то не хватало. Ну, это твоё личное мнение? Это мы обязательно. Спасибо. Присаживайся. Итог. Этот супчик у нас полное Г. Татьяна, извини, ты сегодня проиграла. Пищу, которую люди старались, вкладывали в неё душу, не надо называть нехорошими словами. Я считаю, это некрасиво. Кирилл сегодня шеф-повар. Кирилл, подходи ко мне. Твой суп просто великолепен. Поздравляю. Спасибо. Выбирай себе команду на сегодня. Сегодня у нас никаких изменений в командах нет. Хорошо. Единственное, что мое предложение Олеше поставить на бар, Сашу вернуть в зал. Так будет продуктивнее. Я надеюсь, сегодня мы не потеряем никаких. Да, хорошо, я с тобой полностью согласен. О, архиз. Ничего себе. У меня есть столько полезных веществ. Кальций, натрий, магний. Она, оказывается, не только хорошо утоляет жажду, но и очень полезная. И вкусная. Пейте, архиз. Смотрите, ребят, мне вот не нравится, как все ко всему относятся. Даже к продуктам. Вот сейчас стояло две пачки кофе и обе открыты. И обе вот так на распадке. Я согласен. Я сегодня залез в холодильник, и там дурдом просто, страшный дурдом. Я считаю, надо не спать, надо не отдыхать, надо все в корне решать. Хотя бы интересоваться, ребят, какие у нас существуют проблемы. Пообщаться. Слышите, тоже нужно, мы привезли с тобой ягоды. Вот ягоды стояли там, я подхожу, уже открыто. Уже кто-то ходит в точек. Ребят, уже не вопрос. Вечером это все, это надо строго-настрого запретить. Почему мы не можем взять все под контроль? Давайте пусть все повар опечатывает в холодильник. Вон, у нас ключи есть. Как ты думаешь, надо менять позиции зала или не надо? Может быть, есть смысл кому-то попробовать сегодня именно роль менеджера зала? Саша, если хочешь, мне без проблем. Я за. Давай я. Я могу в зале откатать спокойно столы и гостей. Я не то, что не была готова, но нужно. Было тяжело вчера, тебе лично. Понимаешь, нужно же решать еще конфликтные ситуации. Мы хотим спросить, Максим, мы можем поменяться сейчас в зале местами? С кем? Со мной. Саша хочет попробовать себя в роли костам менеджера. Допустим, я буду сегодня менеджером зала. Я не возражаю, потому что каждый хочет себя... Поменять в чем проблема? Можно. Я не вижу проблем. Здесь не появится. Все, все. Я согласился, так как я понимаю, что ей тоже хочется попробовать себя со всех сторон, но я ее предупреждал, что легко не будет. Ты что, сегодня официант? Ну, Саша подошла просто ко мне и попросила попробовать себя. Да. Ну, пусть попробует. А сегодня я тебе хочу сказать, смотри за ее работой и учись уже охватывать весь зал. Чем больше ты научишься держать залов катать, тем лучше для тебя только. Хороший официант – это еще не все. Можно стать хотя бы еще хорошим администратором, прежде чем попасть на кухню. Дмитрий, привет. Привет. Пойдем пообщаемся чуть-чуть в кабинете. У нас вчера с тобой произошел конфликт. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что надо немножко выбирать тон для разговора с коллективом. Ты же начала мне вчера первое хамить, поэтому я выбрал такую тактику нападения. Разговор я первое начала? Разговор начал я без мата, по крайней мере. Если какие-то личностные отношения, мы можем решить этот вопрос. Олеся, у меня нет никаких к тебе никаких личностных отношений. Хорошо, да. То есть мы с тобой начинаем общаться на нормальных тонах. Да, давайте попробуем, конечно. И в свою очередь тоже прошу прощения за мат, за слова какие-то грубые в вашу сторону. Я такая же непробиваемая, как и он. Я эмоциональный, да, я это выражаю, ору там или еще что-то, но я могу бесконечно это так выражать, как, ну, в такой форме. Без разницы. Максиму не давала покоя мысль о том, что кто-то посмел испортить его фотографию. И он решил выявить хулигана. Проявил ко мне неуважение. Я хочу знать, кто. Пусть этот человек выйдет сам и назовет себя, кто это сделал. Ну, кто это сделал. Короче, мы будем стоять здесь до тех пор, пока этот человек не выйдет. Она мне нравится? Я не вижу вообще никакой проблемы. Не видишь никакой проблемы? Я не сделал, да. Ты? Да. Мне кажется, поступок Кирилла был бунт, взрыв, шутка. То есть это вообще ни капель не было направлено никак на него, поскольку он шеф-повар, да, он так, эй, по-братски решил подтрудить на ним, да, то есть как на своем управляющем. Зачем ты это сделал? Ну, я все-таки. С какой целью ты это сделал? Просто подрисовал, чтобы меня как-то там унизить, еще что-то, да? Чтобы я, может быть, подумал этому другому человеку. С какой целью ты это сделал? Не, ну, если тебя унижает, это только твоя проблема. Я не вижу этого, а ты ничего унизительного. То есть если я тебе подрисую уши и сделаю нос свиной, тебе пойдет, да? Вообще никаких проблем. Никаких проблем. Мне кажется, свиной нос точно пойдет. Я прошу, чтобы больше такого не повторялось. Хорошо, босс. Я думаю, моя шутка все понравится. Это вообще не смешно. Чувствую юмор разный все. Начинайте работать. Есть, босс. А ты ко мне в кабинет через 5 минут. Я к Максу отношусь очень хорошо, но это просто не его место. Ну, он не дурак, он, я думаю, прекрасно все понимает. Ну, пожалуйста, но все. Жаль. Как ты считаешь, что это нормально вообще сейчас произошло? Да, я считаю, что это нормально. Я на это не хочу смотреть. Ну, хорошо, я думаю, он все понравится. Кирилл, тогда давай, знаешь, мы каким образом поступим? Ты сегодня не шеф-повар. Хорошо. Ты сегодня повар. Галстук сними и передай Александру. С удовольствием. Сегодня после того, как я поддержал Кирилла, получается, да, он просто усмехнулся мне в лицо. Саня, ты сегодня шеф, на. Саня, вставай на позицию, ты сегодня шеф-повар. Вот это твой коллектив, ты руляешь им как хочешь. Есть вопросы? Нет вопросов. Все, давай, одевай. Хорошо, шеф. Посмотрим еще, как мы сейчас будем шутить. Саша, на мой взгляд, достойный кандидат. Ну, он, конечно, не шеф-повар, но у него, ну, в принципе, есть все задатки, как бы, я считаю, постоять на раздаче. Ты на самом деле зря признался. Я признал, чтобы он вас не тормозил, чтобы циклота потом не было. Да нормально, что вы переживаете. Ребят, собираемся в зале все. Опять? Я ничего там обидного не подрисовывал. Ну, я же написал, что директор черт. Вот это было обидно. Внимание, ребят, я все понимаю. Ну, то, что сегодня было сделано Кириллом, я считаю, это полное неуважение к руководящему составу. Он сейчас стоит, ухмыляется, поэтому он у нас сегодня работает на мойке. Отлично, ес, я мечтал. Меня отправили на мойку, какой-нибудь посудомойщик там что-то будет подсказывать. Посудомойщикам, наверное, редко подходят и советуют. Как, что нужно сделать лучше. А теперь я вам зачитаю правила, по которым мы будем ориентироваться немножко и работать. Опоздал на работу на минуту, на две, штраф 500 рублей. Невыход на работу, увольнение. Несоблюдение субординации, штраф 1000 рублей. Все штрафы сегодня я вывешу, прочитайте все. Все, можно работать? Все, все, мы работаем. Сандр, переодеваться. Я вообще, если честно, в шоке. Какой-то игру ведут непонятного. Меня вообще занижают. Ладно, со мной понятно. У вас пришел руководитель. Чего вы его гонокбить? Так, ну что, ты разберешься с супом? Смотри, лук жарим, чесноком вместе, а дальше... Вот из этого соуса надо сделать для курицы. Блин, что ты дальше что-то думал? А, чили, чили, чили без семян там вон лежат. Кирилл, снимайся, это самое последнее. А можешь с места комментировать, если ребята что-то спрашивают? А я могу не комментировать? Можешь не комментировать. Сегодня будет провал до ресторана. Директор. За два часа до открытия, когда у нас новое блюдо, которое готовлю я, он меня снимает. Мог бы снять после ужина. Кирилл, как ты думаешь, а если в твой томатный суп руководящему составу, мы сюда играться, в бирюльку, что ли, пришли? Давай по этому, по меню, чтобы нам не лохануться сегодня. Карпаччо и Сибасо. Кто этим занимается? Этим будет заниматься... Сандра? Сандра. Сандра. Так же он его будет и отдавать, так? Да, да, да. Сандра будет отдавать закуски, да, так как он первый день сегодня. Там, в принципе, они несложные по выкладке. А тогда Валеру я переставлю на рыбу. Отлично. Суп, пюре вот этот вот из томатов с бальзилеком. Это будет делать Серега. В принципе, все. Какие вопросы будут? Ну, и торопи, торопи всех. Хорошо. Если тут можно, мне копию меню. Мне кажется, он пытается всех под себя вот организовать. Это очень глупо, потому что коллектив все-таки большой, и тут нужно скорее с каждым найти общий язык, да, как некое взаимопонимание. Можно работать в приказном тоне, но для этого нужно уметь веско аргументировать поступки. Слушай, а чем будет заниматься Александр? Меня хочет сюда. Я предлагаю вообще даже, нет, я даже настаиваю на этом. То, чтобы вы вдвоем работали рядом с мойкой, чтобы вы были как-то в паре. Может, еще что-нибудь придумаешь? Ну, во-первых, я шеф, я могу много чего придумать. Да? Да. Ну, давай. Александр очень молод. Я сам молод для шеф-повар. Я сам не могу сказать, что я шеф-повар. Вот, а уж для Ерина тем более. Ребята, давайте поторопимся, времени мало осталось. Ребята, пожалуйста, поставьте шеф-повар. Понятно. Ну, вот, да, как руководство здесь, а не. Все, вы успеваете, ребята. Да, да, да. Ребята, торопимся. Хорошо, шеф. Все готово. Ресторан открывает двери для гостей. Добрый вечер. Вас будет двое. Могу я вас проводить за ваш столик? Пожалуйста, ваше мнение. Шеф, у нас двушка. Все, гости пошли, да. Господа, внимание, у нас посадка. У нас будет трое? Ну, удачность. Нет, удачность. Ой, как не говорят про гостей. Смотрите, если вы заказываете четыре блюда из мины, вы платите за полную сотню 3500 тысячи рублей. Добрый вечер. Меня зовут Артем, я буду сегодня вашим артистантом. Только единственное, я хотела бы узнать, а это все на нем? Да. Я пока возьму чай, чисто зеленый, чтобы без добавок. У нас чай, горные травы. А какие травы там идут? Если сейчас оточню, я вам скажу. Горные травы, какие травы, она спрашивает. Чебрец, скажи. Зеленый, да? Да, зеленый чай. Чебрец идет. Суперет из сладких томатов. Здесь какая основа? Куриный бульон идет на основе томатов. Сегодня блюдо дня. Итальянский суп-пюре из сладких томатов. Зуб, те и помидоры. Лук и чеснок пассеровать на оливковом масле. И добавить нарезанные томаты. Проварить получившуюся смесь в течение 15 минут. Потом добавить черствый хлеб, базилик, соль, перец. Получившуюся массу пробить в блендере до получения однородной консистенции. У вас уже приняли заказ? Да, все в порядке хорошо. Я просто немножко расстроилась. Из-за чего? Из-за супа. Получается, что я ни один суп съесть не могу. Но может быть, сейчас вот как раз Артел как-то решит этот вопрос. Мне понравилась Александра. Мне кажется, что она очень внимательна. То есть она несколько раз подходила и пыталась тоже со своей стороны как-то вопросы решить мои. Александра слишком много внимания уделяла залу и гостям, хотя основная задача была ее встретить с гостей, расположить к себе, а не то, что ходить между столами и показывать, какая я замечательная, я здесь работаю. Я не извиняюсь, у меня несколько неправильной была информация. Суп пюре, он идет на основе томатов. Не куриный бульон, а на основе томатов. Да, и идет базилик на украшение. А можно еще узнать просто полуграммов, сколько будет на выходе продукта, потому что у меня в день можно не больше, чем 100%. Уточни, пожалуйста, у нас случилась сложность с Ольгой, как оказалось, находится на диете не просто так, не из-за вредности, а что у нее со здоровьем какие-то определенные моменты. Себаса идет 120 грамм, 80 грамм гармира, это шпинат и печеный перец. А у кого вы уточнили? У нашего управляющего. Давайте я сама лично у него уточню, может быть, просто вы как-то не так спросили? Я правильно не спросил, я приглашу их, с удовольствием. Хорошо, у меня все отлично. Она просит всех повара или управляющего подойти, точнее, по раскладке и по таблице калорийности. Артем неплохо работает в зале. Выделили таких более самых ярких людей, отправили их в зал для того, чтобы они были лицом команды. Здравствуйте, я управляющий данного ресторана. У вас какие-то вопросы? Здесь, во-первых, просто не прописано в меню состав, да, точно, и не прописана, да, карта калорийности, то есть мне непонятно. Понимаю, там небольшая порция. Ну, хотя бы как-то можно рассчитать? Вы же не первый день сегодня здесь работаете. У нас, я второй день сегодня работаю. Второй день? Да, второй день. Ну, всего бы уже вчера должны были мучиться. Какие гости порой попадаются странные. Артем, можно уточнить так? Можно кричать? У нас остальные гости тоже завязали. Ну, вообще, честно говоря, гости делают замечания тоже как-то не очень. Да? Я вам сделал замечания, извините. Ну, к сожалению, да. Никакой паники, что бы ни происходило. Есть ситуация, она случилась, значит, мы честно говорим, это мы можем сделать, это мы не можем сделать. В качестве комплимента мы можем предложить вам десерт. К сожалению, мне нельзя мороженое и яблоки. Давайте сырную тарелку, попробуй там посмотрим. Павара, чтобы вы знали, вот так у нас выглядят сырные тарелки. Три фермерских французских сыра и немножко алтайского мёда. Всё, больше ничего лишнего. Как у вас? Пока я, всё в ожидании. Она практически в повороте. Ты как выражаешь? Пожалуйста, с ней. Ответили её вопрос. Ну, они присаживаются застой, если мне понравилось, что мы будем к ней застой. А соль такой насыщенный. А, это переговоры просили. А, это немножко сливочек. Вот, как сказать, разрезать, преподать? Тарелки очень горячие, ребята, пожалуйста, такие не отдаём. Ты не принесла чек позже, чем пришёл тот номер 6, так что ничего не знаю, не трогай. Стараюсь с кем-то не конфликтовать и зачем наживать себе конкурентов раньше времени врагов. Я пытаюсь, наверное, показать себя по принципу меньше дела, больше слов. Ой, наоборот. Подождите, его приборы, наверное, не нужно. А перец, наверное, тоже зря. Он может подверхнуть всё. Может быть, игрушка? Подверхать? Сейчас, сейчас. А где тут уголка тоже нет, да? Нет, у нас не детского уголка, ничего нет. Ой! Смотри, какая штука. Малыш кушает? Нет, 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 нет. Малыш не кушает. Не кушает. Вы сами будете, да? Ты будешь? Всё, бедный ребёнок. Я себя представила на её месте. Я захожу в ресторан, у меня маленький ребёнок. Почему они не могут накормить? Я не знаю, получилось у меня или нет. Как это выглядело со стороны, не знаю. Странно, что нет ни детских стульев, ни детского меню. То есть, как бы, ребёнка посадить некуда, пока ты едешь что-то горячее. Одна девушка молодец, она помогла. Остальные вообще индифферентно к ребёнку относились. Никто не помог. Ребята, все сегодня молодцы. Кухня сработала довольно-таки очень хорошо. Официанты, ребята, вы тоже очень молодцы, очень старались. То есть, ты всем доволен? В принципе, да. Кирилл? А мне ещё сказать, вода тёплая, всё супер. Руки в тепле. Руководящая посудомойка. Вот ребята, которые были в зале, что Татьяна, что Артём, что Женя, что Олеся, я с ними готова идти, я не знаю. Нам в разурой. В общем, у вас всё хорошо, да? Ну, я считаю, что сегодня... Ну, из кухни, всё отлично, да? А выручка 3 копейки у нас, да? У нас было мало гостей. Сколько гостей вы сегодня упустили? Слушай меня, Саша, ты сегодня вела себя здесь, как хозяйка этого заведения. Ребята, мы сегодня... Подождите, я вела или я была хозяйкой? Ты была хозяйкой этого заведения. Потому что вести не быть, это разумеется. Этим подарила денег, тем подарила денег. А, хорошо. Нет, давайте разберём эту ситуацию. Да, давай. Давайте я выскажу, почему... Давайте, давайте все ситуации разберём, когда ты раздаривала наши деньги. У тебя в зале разбили посуду. Гости предложили, давайте мы заплатим за разбитую тарелку. Ребята, кому... Ты сказал... Нет, предложили. Ты сказал, нет, нет, не надо за счёт заведения. Да, потому что во всех нормальных заведениях за бой посуды деньги не берут. Берут, как это не берут, о чём говорите? Ну, может, в кафешках дешёвых... Вы что, издеваетесь? Какие деньги за посуду разбитую? Вы что, ребят? Тарзот, ты что? Ты-то хоть помолчи. Прискорадно. У нас нет, прискорадно. Понимаете, что... Я сейчас скажу. Я не знала, как поступить. Нет, я знала. Подскажите. Саш, подожди. Когда клиент сказал, что он не хочет платить, что ты ему ответила? У нас сейчас как борта между мужем и женой такое ощущение. Ты ищешь оправдание, Саша. Мне не надо оправдать. Ты на месте приняла решение. Мне не надо оправдать. Не надо повышать голос. Александра. Наверное, что реветь. Наверное, нужно не при людях это делать, да? С другой стороны, почему я должна все поддержать? За тобой тоже косяков, но невероятно. Если сейчас весь коллектив начнёт тебя тушить по поводу этого поверьения, ты вот так же со слезами отсюда уйдёшь. Так нельзя просто. Хотя бы тон сбавил бы немножко, Макс. Да, извиняюсь, Максим, правда, чуть-чуть корректней. Я понимаю, что все мы на пределе. Почему, когда Арам с вами разговаривал, ещё пожёстче, чем я, вы все молчали? Кого тебя зовут? Тебя я зову, я у тебя начальник. Проснись, мать. Две ложки большие и один зуб возьмём. Иди за мной. Ты меня извини, конечно, но тебе далеко до статуса Арама. Ага. То есть, я управляющий, Олесь. Ну, ты что? Я имею право вам говорить такие вещи. На сегодняшний день мы заработали 269 300 рублей. Да. А за сегодня мы заработали 54 600. Это очень мало. А теперь пусть каждый выйдет и скажет, кого он считает лучшим, а кого худшим. Начнём с Сергея. Так, ну, сегодня лучшим я отмечу Александра. Себя проявил сдержанно, ровно, чётко, то есть, ну, работал достаточно хорошо. Александр, переняв бразды правления Кирилла, подходил к нему и консультировался. Какая-то ненормальная. Если тебе сказали, что всё, назвали тебя грузём, лезь в бочку. Но худшим, к сожалению, мне придётся выделить вас, босс, потому что я всё так же считаю, что информацию можно преподносить различные способы, чтобы для людей она заходила лучше. Это, опять-таки, ошибка управляющая того, что он доводит свой персонал, свою команду, да, то есть, он сам её расшатывает до тех пор, чтобы у тебя люди в слезах убегали. Но это неправильно. Лучшим, наверное, сегодня я выберу Кирилла. Всё-таки он более-менее старался подражать сегодня Сандра на мойке, поэтому мне это очень позабавило, честно говоря. Руководящая посудомойка. Худшим я бы назвал сегодня Валеру. Когда все мы работали, он просто сидел так вот, пока я его не одёрнул. Но мне это вот не понравилось, я за это ему поставил низкую оценку. Худшим сегодня, Макс, на это будешь ты. Он просто не нужен здесь, ну не нужен, если только охранникам на вход нанимаешь, рядом с хвостом, всё. Лучше, я считаю, Александру. С Сашей можно поработать, ей можно объяснить, сделать работу над ошибками, и она всё поймёт. Лучше Александра. Худшего я хотел бы отметить Кирилла, потому что его выходка хоть и с юмором, но в нашем бизнесе это недопустимо вести себя так с начальством. Вот, теперь более похоже на правду. Он сегодня своим поступком нарушил тот маленький авторитет, который строился уже от Максима. Худшим, извини, Кирилл, назову тебя. Нужно думать всегда, как бы управляющий поступил на этом месте, и понравилось бы Кириллу, если бы на них так пошутили. Лучше Женя. У меня такое впечатление, что обязательно кто-то должен взять меня под крыло, чтобы помогать мне, показывать, как делать. Теперь Тёма за мной следит. Первое место я дам сегодня Саше. Худшего. Опять же, хочется попросить Макс, не бей нам по рукам. Просто я смотрю, и мне становится страшно что-то делать, как-то себя проявлять. Итог. Этот супчик у нас полное Г. Татьяна, извини, ты сегодня проиграла. Мы здесь учимся все. Можно немножко, ну, уважения к нам? Аня, вы учились все впрок техучилища, а здесь мы работаем. Лучше, я считаю, Саш, тебя, исходя из того, не было опыта работы менеджером, но мне кажется, ты справилась. Как она считала нужным, так она и сделала. Взять на себя право принимать решения и отвечать за них – это дорогого стоит. А по поводу худшего я хотела уточнить, кто делал томатный суп. Серега, тебе. Ну, понятно, почему. Были на рекламе гостей. Ну, фит на самом деле был провальный. Там вообще была нарушена пропорция. Это не мой вариант суба. То, что касается сильного от участника, я думаю, что это я отдам вот в первый день. Худшим все-таки я отмечу сегодня Сергея. Ну, второй день уже он стоит там на этих супах, и вот это вот я вообще не понял ситуации. Нам нужно качество. Выход, выхлоп нужен. Хотел бы извиниться перед начальством за свою дурацкую сегодня выходку. Думал, будет всем смешно, а оказалось, нет. Я поражала нормально. Поэтому тебе за это плюс, нет, тебе не за это плюс, а тебе плюс за то, что ты держала себя в руках. Я за нее очень переживаю, и за ее издержанность. И сегодня она ни на кого-нибудь срывалась, и делась приличной и достойной. Я же не устану повторить, что она очень хорошая человечка. Вот, а минус, Макс, я поставлю тебе. Я по-моему, с ней управляющий, и коллектив его абсолютно не уважает. Власть его, безусловно, конечно, признаю. Если бы я власть не признавалась, он не ушел на мэйку. В общем, я коротко. Лучшая Леся, худшая Таня. Она медленно работала, она что-то немножко потерялась, и потом против нее никто не голосовал. Ей от этого не хуже, не лучше, в принципе, не будет. Лучшая Евгения. Женя была сегодня безупречная. А худший Максим. Он совершенно не худышный управленец. И он пытается, но он неправильно пытается им быть. Он не слушает никого. А теперь я скажу, кто сегодня был лучший, а кто был худший. Лучший был Саша. Ерин так как быстро сориентировался с ситуацией, встал на место шефа. И, как я считаю, в принципе, нормально справился со своим заданием. А худший Кирилл, конечно же. Какой бы ни был начальник, руководство, так делать нельзя. Это ошибка. Итак, ребят, в этот замечательный день, когда мы заработали 3,5 копейки, у нас трое лучших. Это Саша Ерин, Саша Тимофеева и Женя. Ну а худший один – это я. Все шишки собрал, молодцы. Всем спасибо. Они все просто боятся. Все маменькины сынки. То есть они голосуют против меня, чтобы убрать сильному противнику. Почему у нас падает выручка? То есть ты отказываешься? Да, да, да. Вот так вот идут. У нас в сцене минус один игрок. Можно мне буквально на 30 секунд квадратского главного комиссии звать еще? Да тебя с ресторана бы в первый день таким пинком бы выгнали. Ребят, Саш, на тебя смотрят и ленивые задницы. И вообще никто, они даже не просто не человек после. Посмотрим, ну что из этого получится.